В общественном сознании Норвегия – один из мировых лидеров соблюдения экологических стандартов, однако, как выясняется, все далеко совсем не так. Наоборот, Норвегию можно привести как негативный пример того, до чего можно довести флору и фауну своей страны, если правительство идет на поводу участных промышленных предприятий. О плачевном состоянии норвежской экологии специальному корреспонденту Линты Ру Александр Учера сказал один из самых известных и уважаемых экологов Норвегии Курто Декалф Керт Виллио Декалф Линта Ру Вот, вы критикуете правительство Норвегии за то, что норвежского лосося есть нельзя. А почему его нельзя есть Курто Декалф из-за борьбы, которую ведут компании за жирность лосося? У дикого лосося естественный процент жира в теле от 5 до 7%, а у выращенной семги от 14 до 34% так. И что в этом плохого? В токсинах они накапливаются как раз в жире и никуда не уходят из семги, чем больше жира, тем больше токсинов. Сам способ, сама технология аквакультуры небезопасна для окружающей среды. Аквакультура связана с очень большим количеством заболеваний, каких панкреатит, малокровие. Это происходит из-за того, что рыба находится в очень скучных условиях. Это как если бы поселить людей в одном месте и не выпускать, то у них тоже начнутся болезни. Предыдущий министр рыболовства и береговой администрации Норвегии принижал опасность этой проблемы. Он говорил, что эта семга безопасна для потребления и что ее можно есть не только в Норвегии, но и экспортировать в другие страны. Проблема также связана с тем, что в рыбий корм добавляют антиоксидант. В результате этот корм становится даже пожироопасным, он может воспламеняться, и все это накапливается в организме человека и приводит к другим нежелательным последствиям для организма. Поэтому вся эта отрасль аквакультура – один сплошной кошмар. В 2010 году правительство Норвегии заявило, что аквакультура в Норвегии вышла из-под контроля, какие-то норвежские партии поддерживают вас. В 2010 году я подготовил доклад и сейчас готовлю его новое издание, которое выйдет в этом году. В нем мы как раз и подчеркиваем все эти проблемы. Могу сказать, что у нас есть поддержка со стороны членов тех норвежских партий, которые живут непосредственно в местностях, где процветает аквакультура. Норвегия – маленькая страна и все эти предприятия аквакультуры контролируют местные партийные организации ОДЕКЛУФ, обычный крестьянский парень по профессии плотник. Однако, не один десяток лет занимается борьбой за сохранение окружающей среды, возглавляя одну из ведущих норвежских экологических организаций – «Зеленые войны» Норвегии – Норджесмел Джовернфорбунд Гринуар Риоресов Норвей. Курт живет в Бергине. Очень гордится тем, что после десяти лет борьбы заставил правительство Норвегии и городские власти провести железную дорогу в этом городе по туннелю, что в итоге спасло местную сенгу от вымирания. Летом 2018 года он собирается со своими сторонниками на судне пройти все северные побережья Норвегии от Осла до Киркинеса, чтобы собирать с ней берегу пластик. Пластик – это одна из главных экологических проблем Норвегии последних лет. Норвегия – Норвегия – Норвегия. Это подтверждает ученые по всему миру. Не знаю, разрешена ли у вас в России продажа норвежской семги. Но я думаю, что она должна быть запрещена. В последние два года я более внимательно наблюдаю за Россией, и мне нравится то, что сделал Путин в отношении экологических движений. Он дал маленьким людям возможность что-то делать и что-то изменить. Я видел на канале National Geographic прекрасные российские национальные парки, и мне это было как нет на душу, а как китайцы отнеслись к предупреждению, что норвежская семга, выращенная на фермах, непригодна к употреблению. Когда аквакультура кормит рыбу этим своим кормом, то он попадает в желудки и делает эту рыбу канцерогенной. Когда я рассказал об этом китайцам, они перестали покупать норвежскую семгу. А наши сказали, что это произошло из-за того, что мы дали Нобелевскую премию мира китайскому диссиденту. Смеется, в 1999 году у нас с правительством было соглашение, что 10 лет я буду молчать о том, что знаю и о норвежской семге. Они просто боялись, что я выйду на публику и начну об этом рассказывать, а это вообще убило бы рынок. В прошлом году в Норвегии было использовано 8 тонн одного вредного вещества, что привело к тому, что это выбило популяцию ракообразных, так как все это сказалось на хитиновом покрове. Сейчас в Норвегии очень большая проблема с креветкой из-за этого, почему вы дали норвежскому правительству обещание молчать 10 лет, для чего это было сделано, потому что они обещали не использовать это вещество и правительственные чиновники не сдержали. Своё слово, нет, они 10 лет не использовали его, а потом, в 2009 году, снова стали использовать, вы сказали, что ваш сын будет выступать против того, что ваше правительство затопит субмарину с 62 тоннами ртути. А я вот узнала недавно, что норвежские горнодобывающие компании сливают отходы производства во фьорды, это что, правда, да, у них есть разрешение на это. Им разрешено захоранивать отходы, причем во фьорде, который считается национальным достоянием с точки зрения разведения лосося. Даже недалеко отсюда, в одном из фьордов, они захоранивают отходы. Здесь идет добыча железной руды, у компании есть разрешение захоранивать отходы производства, при добыче железной руды содержание самого железа составляет только 4%, а все остальное идет в отходы. Это в основном камень, который сбрасывают в море, и им уже заполонили фьорд. С самолета видно, что тут как будто насыпь получается, а как это сказывается на экологической обстановке во фьорде и на том же лососе, это убивает лосося, потому что рыба попросту не может дышать в этой воде, наполненной камнем. Если вы спуститесь в шахту, то сами можете почувствовать этот воздух, который вызывает легочные заболевания. И это очень плохо, ну, тогда почему правительство дает на все это разрешение, потому что дураки, а почему тогда не протестуют местные жители, просто рядом с тем фьордом живет мало людей. Почему Норвегия не подписала конвенцию о запрете сбрасывания отходов горного производства в море у нас у экологов, была в свое время борьба с горнодобывающей отраслью, и мы в ней, увы, проиграли. И поэтому горнопромышленникам разрешается сбрасывать всякое дерьмо в норвежские фьорды. Например, во фьорде в Керкенесе, прямо посередине есть закрытая акватория, потому что в этом месте образовалась большая насыпь из-за сбросов отходов горного производства, а военная инфраструктура наносит ущерб экологии Норвегии, в вашей же стране есть базы НАТО. Несут ли они какую-нибудь опасность флоре и фауне, смеется, понимаете, генеральный секретарь НАТО Йенс Сталтенберг, когда служил в норвежской армии, служил в моем подразделении, я был его сержантом. Когда он плохо отжимался, то чистил мне сапоги, смеется, он тоже защитник природы. Когда исполнилось 30 лет моей экологической деятельности, он мне написал письмо, мол, Курт, продолжай в том же духе, скажите, а за вашу бескомпромиссную деятельность вас не пытались привлечь к суду? Пытались Потому что я мешаю работе тех, кто наносит ущерб природе. Одному предприятию, Ставтул, против которого я боролся, я хотел показать, насколько у них слабая охрана и проник к ним на территорию. Директор этой компании, когда они строили какой-то объект, мне до этого позвонил и спросил, как мы должны этот объект построить, чтобы ты не смог туда забраться, смеется, я им ответил, нужна охрана видеонаблюдения. Они все это сделали, но тем не менее я туда пробрался. И когда все это закончилось, я ему позвонил и сказал, ты мне должен полторы тысячи крон, потому что меня штрафовали на такую сумму. Он мне в шутку ответил, а я сам хотел тебе позвонить, попросить, чтобы ты в своем камуфляже ворвался на встречу, которую я буду проводить со своими сотрудниками. Я ему также в шутку сказал, что я бы с удовольствием. Всегда важен в этом деле юмор, чтобы в конце драки можно было вместе посмеяться. Но мне все равно самому пришлось заплатить этот штраф, правда, судья Верховного Суда Норвегии, когда меня судили за проникновение на территорию Ставтул, сказал, мы не можем судить этого человека по норвежским законам, потому что то, что он делает, это благо для норвежского общества. Понимаете, для меня это была большая победа, когда в Норвике была большая дискуссия по Конституции, то единственным эколовом, которого туда пригласили, был я. Почему? Потому что я единственный человек в истории Норвегии, который сдал полиции наибольшее количество людей, компаний, которые наносят ущерб окружающей природе. Если я считаю, что тот или иной полицейский коррумпирован, когда расследует или иное дело, то я сразу звоню в отдел внутренних расследований. Полиции это не нравится, меня еще хотели прижать те, кто занимается аквакультурой. Мне нравится бороться с большими умными парнями оттуда, они все учились в одном месте и поэтому думают одинаково, если ты можешь с ними подраться, а потом вместе выпить пиво, то значит драка удалась.